Девушки отдыхают Мягкий сыр Стилтон – особый сорт голубого сыра. Впервые он был произведен в начале 18-го столетия в Англии. От остальных голубых сыров Стилтон отличается мягким и менее соленым вкусом. Он выпускается в головках по 8 килограммов, из центра каждой из которых расходятся голубые прожилки благородной плесени. Производство Стилтона строго ограничено. Всего лишь полдюжины сыроделин в мире, расположенный в трех английских графствах, имеет право на приготовление сыра из пастеризованного молока местного производства. На одну 8-килограммовую головку английского сыра уходит 78 литров молока. Сначала молоко заливают в длинный лоток. Затем добавляют закваску, выращенную в лаборатории «Живую культуру». После этого специальную голубую плесень смешивают с дистиллированной водой. Спустя примерно 3 часа добавляют сычужный фермент. Он помогает молочным жирам свертываться. Спустя еще полтора часа с помощью проволочного ножа рабочие отделяют свернувшееся молоко от молочной сыворотки. В течение ночи молочная сыворотка сливается. На следующее утро полученная масса проходит через устройство, которое перемешивает ее до получения рассыпчатой консистенции. Рабочие отмеряют порции по 11 килограммов, которые станут впоследствии 8-килограммовыми головками сыра. После добавления соли нужное количество держится в тайне. Все ингредиенты снова аккуратно перемешиваются. В результате использования двух методов перемешивания консистенция получается более однородной. Далее каждую порцию помещают в специальный пластиковый контейнер цилиндрической формы. Свернувшийся осадок все еще содержит молочную сыворотку, поэтому он должен отстояться в пластиковых контейнерах в течение 5 дней. Обычно, чтобы избавиться от сыворотки, сыры отжимают. Но только не с стилтом. В нашем случае гравитация делает свое дело. Один раз в день рабочие переворачивают контейнер, чтобы слить жидкость, которая удаляется как через дно, так и через верх контейнера. Спустя 5 дней получившуюся массу извлекают наружу. Став более сухим, сыр уже не крошится. Тем временем рабочие выполняют крайне важную процедуру, которая называется аптирка. С помощью широкого лезвия обрабатывается вся поверхность сырной массы. Таким образом, закрываются все отверстия, воздух больше не может попасть внутрь и вызвать преждевременный рост плесени. Сыры ставят на специальную тележку в виде стеллажа, на который они отправляются в помещение с особым температурным режимом, где и начнется рост голубой плесени. Ежедневно головки сыра переворачивают, чтобы не допустить их деформации под собственной тяжестью. В течение следующих 10 дней на поверхности сыра начинает появляться беловато-серая, иногда с оранжевым оттенком, плесень. С этого момента за всеми процессами непрестанно следят. Спустя примерно 5 недель сыр помещают на вращающийся диск перфорационной машины. Рабочий нажимает на педаль, и сыр совершает обороты вокруг своей оси. В это время его пронзают длинные стальные иглы. Через эти крошечные отверстия внутрь попадает кислород, который активирует содержащиеся в сыре пенициллиновые культуры. В скором времени из центра сыра начинает прорастать благородная плесень. Рабочий периодически проверяет рост плесени с помощью специального ножа. Он легко достигает центра сырной головки. Когда же проверка показывает, что плесень равномерно распространилась внутри сыра, это свидетельствует о его готовности. Однако и в этом вопросе нужно быть очень щепетильным. Стилтон – сыр, есть который лучше всего между 12 и 14 неделями. Производитель всегда старается точно рассчитать время, когда сыр попадет к потребителю. Поэтому в местные магазины отправляется продукт восьми- или девятинедельной давности, а на экспорт идет семинедельный голубой сыр. Таким образом, в магазине вы всегда найдете продукт идеальной готовности. Вот он, настоящий король сыров. И поистине царское кушанье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова